С вами снова Татьяна Бейка, и если вы помните, мы совсем недавно рисовали вот такой вот пейзаж. Попросили нарисовать фигуры в пейзаже, где-то на среднем, на дальнем планах. Вот давайте вот мы сюда и включим фигуру. Вот великолепный закат. И хочется, чтобы кто-то его наблюдал. Ну так, приступим к обычных пейзажах. Кто-как, конечно, изображает фигуры, но самое легкое, это фигура морковки. Вот смотрите, голова, сейчас вообще вдаваться в подробности никакие не буду, только единственное скажу, что голова всегда должна быть очень маленькой. Вы можете просто даже поставить сначала вот точку, да, и вот потом вот эту вот морковь нарисовать. И если вам покажется, что голова слишком маленькая, вы всегда можете либо шапочкой, либо, естественно, добавить прически. Вот. Видите? Ну, оказалось, голова совершенно нормальная. Итак, вот у нас голова. И дальше идет морковь. Вот. Естественно, слишком здесь пошире, пока мы не вдаемся ни в какие подробности. Ну, а высота, конечно, вы уже сами смотрите, насколько вам. Так. Ну, вот, нога так, допустим. Вот. И может быть там. Вот так. Совершенно ребенок. Вот здесь вот как раз-таки голова большая. А, естественно, все остальное такое коротенькое. Нужки коротенькие. Вот. Вот и, пожалуйста, вам ребенок. Хорошо. Ну, а вот насчет пропорций. За основу берем длину головы. Так как фигура, естественно, пропорциональная, то сразу провожу линию. Итак, у меня голова. Рисуем такой овал. И вот эта вот длина головы и есть наше измерение. Значит, для среднего роста и для женщины 7,5. Это как раз хорошо. Либо можно 8 для высокой. Ну, давайте, допустим, я сейчас здесь для себя помечу. Вы не волнуйтесь. Каждый раз вы это не будете делать. Но, может быть, пару раз. Хорошо. Проводим сразу параллельные. Конечно же, нужна шея. И вот эта вот арочка у нас получается. Как раз это вот, где мы, когда рисуем морковку, да, вот она как раз вот такая и есть. И, естественно, мы от головы отступаем небольшой промежуток. Вот это у нас и шея есть. Запомнить надо. Ну, а сами ширина плеч, значит, это плечевой пояс, да, какой ширины? Берем либо длину головы, особенно у девушек, плечики не широкие, но бывают разные, да. Вот, значит, вот, длину головы, а это у нас, допустим, вот здесь. Я сейчас замеряю половинку и сразу вкладываю вот где-то вот так вот. Либо полторы ширины головы. Ну, и что, можно, конечно, провести вот такие вертикальные линии. Потом будет обрастать у нас боди, подбородок. Здесь у нас подмышки и линия груди. Значит, линия груди. Здесь линия талии. Линия бедер. Здесь у нас где-то будут там колени. Здесь икры, самое такое, широкое. Да, икры. Ну, и, естественно, ступни. Мы рисуем такие, как бы, шарниры. Вот здесь вот. Что это нам дает возможность, вот эта мускулатура на руках обрастать. Ну, и, естественно, вот сама вот эта вот морковочка, вот она так и есть. Тоже. Талию, естественно, ну, это уже на ваше усмотрение. Ну, если это в том случае, если вы, естественно, все по фигуре делаете. А если куртки, то вам совершенно талии никакой не надо. Но здесь важно, опять-таки, руки. Если вы приложите, вот так опустите свои руки вдоль туловища. И почувствуете, локти, вот, у вас будут на уровне талии. А кисти рук будут на уровне бедер. То есть, вот, так, в общем-то, вот паховая вот эта вот линия, зона. Вот, бедра. Вот так вот. И руки. Так, да, вот у нас и получается. Здесь дальше, естественно, ну, я в это уже в подробности в такие вдаваться здесь, конечно, не буду. Ну, вот, видите, вот здесь вот икры, да, вот, получается вот так вот мы рисуем. Здесь ступни, вот, вот эти вот ног. Талия, пожалуйста. Вот, вот они бедра, если хотите, рисуйте. Вот, здесь вот на этой линии, вот, линия груди. Хорошо, вот, пожалуйста, вам, вот она и есть. Вот эта вот фигура. Здесь половина мы делим, так вот, осторожненько. Это у нас здесь глаза, как мы это знаем, да. Вот эта половина почти, ну, чуть пониже здесь нос. Так, вот, ротик она улыбается. Ну, так, хорошо. А если я сейчас вот в форме морковки, вот по этой пройдусь, значит, вы это обязательно зафиксируйте. Смотрите, да. Хорошо, давайте, вот, вот, обычно голова. Дальше пойду. Вот так вот. Или юбка длинная. Вот, пожалуйста. Ну, давайте сейчас посмотрим на наглядном примере. А именно, если вы помните, мы рисовали такой пейзаж. И вот включили вот такие вот фигуры. Две морковки. Ну, такая вот полоска будет небольшая у меня вот. Так вот. Сначала водичкой. Ну, и затем коричневые. Вот так вот водичка, где он как бы набегает на этот берег. И немного тени. Ну, а тень это ультрамарин, умбра. Так, у нас так, будет, наверное, где-то, наверное, здесь голова будет. То есть, проходить на уровне глаз, тогда. Силуэтом. Ну, давайте. Значит, у нас черная голова. Немножечко цвета, конечно, тоже дадим. Так. Не забываем высота головы и плечи, чтобы не было очень узко. Да? Ну, естественно, чтобы не слишком широко. Так. Где-то талия здесь, значит, раз, два, три, талия. И это у нас локти. И вот, значит, нам сюда надо. Видите, как мы уже можем. Вот так, только немножечко. Чтобы у нас были очень короткие ручки. Так. Пока так. Естественно, бедра. Если здесь бедра, то они должны быть уж никак не уже, чем плечи. Ну, бывает, конечно, мужчины, у них, у них такое бывает. Случается. Кто занимается много спортом. Да, вот так вот. Она в курточке. Ну, что, джинсы. Так, и опять мы идем от простого, да, вот форма у нас. Здесь, там, туда, пускай это все смешивается очень даже хорошо. Ну, вот так вот. Вот у нас. Видите, сразу получилось, что фигура очень как бы вытянутая и даже тоненькая. Вот. Ну, и парню давайте нарисуем практически нарисуем то же самое. Но голова у него будет слегка, давайте сделаем так вот, повыше. Вот. Ну, что ж, давайте ей просто длинные волосы тогда нарисуем. Затем фигура приобрела, как бы, другое измерение. Вот так вот, пускай он ее приобнимет. Ну, ты используя вот эту элитку. Ну, ты используя вот эту элитку. Эту, очень легкую технику. Мы можем уже включать фигуры. Хорошо. Сюда вот давайте каких-нибудь человечков, где-нибудь там вдали. для этого вообще очень все простенько. Смотрите. Вот так вот. Голова. Морковь. Но, немного отступив вот от головы, буквально там, совсем немножечко дайте. И опять-таки пропорции, да? Посмотрите, сейчас кажется, голова большая, а туловище коротенькое. Может быть, ребенок. Ну, а лучше мой взрослого сюда. Вот. Вот, пожалуйста. Фигура морковки. И человек. Стоит. Вот так вот руки протянула. Упражнение, может быть, делает. Так у нас тень как раз отсюда падает. Вот он. Вот сюда. Либо, допустим, бросает. Может быть, мячик бросает. Вот. Может быть, там собачка. Собачка давайте нарисуем. Вот она с собачкой. Собачка играет. Ушки. Хвостик здесь. Оп, кляксу поставила. Ай-яй-яй-яй. Значит, что у нас? Значит, большая собачка, что ли? Ну, вот у нас получился такой прям волкодавчик небольшой. Угу. Угу. Может быть, если как играет с ребенком. Ну, давайте. Вот так вот. Или она приседает. Угу. Там, может быть, тоже. Здесь уже точно ребенок. Давайте. Изобразим. Играют они все вместе. Все дружно. Угу. Какой-то. А, может быть, прыгает. Довольная. Если прыгает, то тогда тень у нас не от ног, а немножечко вот так вот. Угу. Тогда видно, что прыгает. Мы тоже этот пейзаж рисовали. Если вы, конечно, тоже рисовали, вот, пожалуйста, можете включить. Если кому-то покажется, что голова очень маленькая у мужчины, то я бы все равно не советовала делать ее больше. Потому, что буквально добавить какой-то миллиметр, и все. И голова получится огромная. И, естественно, непропорционально все будет. Спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, что вам понравилось. И вы будете практиковаться. Ставьте лайки, пожалуйста. Мне очень приятно. Задавайте вопросы. Пишите комментарии. И до скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok